Пока ивановцы ожидают небывалого паводка, комитет по лесному хозяйству уже готовится к пожарам. За последние два года в область было приобретено 38 новых единиц техники. Обновленное спецоборудование позволяет наиболее оперативно ликвидировать пожар. Из года в год горят в основном одни и те же территории, пояснили журналистам на пресс-конференции специалисты комитета по лесному хозяйству. В основном это Пистяковский район. У нас последние года три практически в одном и том же месте они возникают. То есть уже у нас лесничество и арендатор в Пистяковском районе, они уже знают, постоянно контролируют эти места. Для апреля и мая характерны так называемые беглые низовые пожары. Приходят они в лес с необработанных полей, где жители поджигают сухую траву. Для того, чтобы этого избежать, как только сойдет снег, необходимо разделить лес и поле специальными пропаханными полосами. А вот торфяные пожары характерны уже для середины лета. В 90% случаев виноват человек. Это может появиться из незатушенной сигареты, так скажем. Эта сигарета, она уходит вниз и распространение огня уже идет внизу. То есть сначала вход здесь, а внизу большое распространение идет огня, большое четвертое. То есть мы можем наверху увидеть никакого не горения, ничего, только дымочек небольшой, а в последующем на большей площади расходится уже под землей. Для тех, кто наносит лесу ущерб, предусмотрена административная либо уголовная ответственность. Однако найти виновника пожара задача почти невыполнимая. Даже если кто-то почувствовал себя виновником лесного пожара, он вряд ли будет дожидаться, когда приедут соответствующие органы. Установить очень трудно. Пока по прошлому году не было таких фактов, чтобы установили лицо виновное. Но и хочется еще тут отметить, что по прошлому году у нас и случаев-то не так много. То есть лесных пожаров было 11. В среднем площадь одного пожара в прошлом году составляла примерно 1 гектар. Ликвидировать чрезвычайную ситуацию удавалось в день ее обнаружения. Во многом такую эффективную работу специалисты связывают с созданием Центра по охране лесов Ивановской области. В 2012 году учреждение получило лицензию.